Добрый день, а точнее полдень. С вами Станислав Галковский, Беларусь4, прямой эфир программы «В полдень» о том, что происходит в Беларуси и вокруг нее. В Беларуси введен мораторий на повышение цены тарифов на внутреннем рынке. Наибольший интерес в обществе вызвала именно тема продовольствия. Почему растут цены на продукты в мире и как это сказывается на Беларуси, об этом мы поговорим с нашими экспертами. С нами на прямой связи Анатолий Васильевич Насеня, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике. Добрый день. Добрый день. Анатолий Васильевич, вот мировой кризис начался еще в период закрытия границ во время пандемии. Какие были предпосылки для этого? Предпосылки были, прежде всего, связаны, опять же, с прогнозами той же компании ФАО, именно вот этим прогнозом продовольственной безопасности в целом всей нашей планеты. Особенно их интересуют вопросы и те тенденции, которые проходят на рынках продовольствия бедных стран. И, скажем так, если по прогнозам той же организации в пандемийный период голодала в мире порядка 800 миллионов человек, то на сегодняшний день уже по прогнозам более 2 миллиардов. Это из 7,7 миллиардов проживающих жителей на планете. И, естественно, одним из факторов являлся, обосновывалось тем, что в данном этапе, опять же, людей пугали засухой, холодами и так далее. А пандемия, придя к пандемии вместе с ковидом, дала четкую расстановку в том, что логистика, подская финансовая система были не готовы к повороту таких событий. И тот толчок, так сказать, на грани роста продовольственного кризиса. О нем говорили еще в период 10-го года, когда кризис 7-8-го годов также считался одним на данный момент из самых глобальных продовольственных кризисов на планете. Как раз-таки приход пандемии, что мы сейчас имеем, и, к сожалению, тенденции сохраняются на данный момент. Буквально об этом говорить. Есть некоторые проблемы со связью. А конфликт на Украине, насколько он усугубил продовольственную ситуацию? Да, я хотел, потому что тоже конфликт на Украине действительно усугубил, не сказать, насколько европейских стран или США и других контингентов, сколько стран именно Ближнего Востока и Северной Африки. Поскольку, скажем, та же Украина наравне с Россией, Канадой, США является одним из крупнейших поставок зерна на мировой рынок. И как раз-таки Украина специализировалась на поставках продовольственного зерна как раз-таки в страны Ближнего Востока и Северной Африки. И, естественно, что усугубление вот этого военного кризиса, ну, что здесь скрывать, оно максимально подставило под удар. И так достаточно бедные страны, особенно африканские, это и Йемен, и Египет, хоть Египет и достаточно развитая страна. И, конечно же, зерно в данной цепи стало своего рода именно больше политическим инструментом, наверное, нежели экономическим. Поскольку мы видим, что после достигнутых договоренностей с посредничеством Турции, украинское зерно стало уходить, корабли стали уходить на рынок. Но, опять же, по данным тем, которые мы имеем из открытых интернет-источников и из прессы, можно судить о том, что зерно с Украины не направляется, которое должно было направляться. То есть оно оседает в Европе, не нуждаешься в этом. Цены на продовольствие Европы, в том числе, в развитых странах, значительно растут. Хотя, казалось бы, что... А зерно, стратегические продукты, оно влияет на другие продукты? Ну, конечно же, зерно сейчас просто на весь золото, потому что, если брать по объему... Как сказать? Смотрите, если раньше страны, которые достаточно развитые страны, считали, что они именно, владея определенными технологиями, информационными строениями, IT-технологиями, они считали, что могли реализовать данные, приобрести продукты питания. И что мы имеем на сегодняшний день? Что в той ситуации, которая сложилась сегодня, да, страны... Была и национальная идея была направлена на обеспечение именно продовольственной безопасности своей страны. Они являются выигрыши. Продукт, как хлеб, как зерно, в частности, да, они сегодня являются действительно инструментом, в том числе, и политического воздействия на те или иные страны, на те иные регионы. И, к сожалению, опять же, что направлено это как раз-таки на страны, все-таки развивающиеся проблемы с голодом, с нехватком данного вида продовольствия, очень... И удивляет, опять же, тот факт, что та же организация ФАО, буквально в пятницу, вот опубликовав отчет, свое видение, положение отдела, оно как бы немножко с другой планеты. Там не видно каких-то движений, современных условий, вызовов. Объемы продовольствия, они считают, что вполне достаточны того, чтобы обеспечить, накормив его хлебом, да. Однако не указывают, что нет разделения на более нуждающиеся, менее нуждающиеся. Поэтому такие страны, как США, и сейчас идет информационное поле, да, информация, что они готовы заменить тоже украинское зерно. А способны они реально заменить? Канада, США, не только украинское, но и российское. Там же из России сейчас из-за санкций не выводят огромное количество зерно, не экспортируют. Ну, конечно, конечно. Физически это невозможно просто сделать, поскольку здесь, опять же, нужна и логистическая инфраструктура, нужно понимать. Нужно и понимать, что производство увеличить или реализовать объем и своих запасов они смогут в краткосрочной обеспечить. Но вопрос в другом. Захотят ли они это? И нужно ли им это? То есть в краткосрочной перспективе своих запасов, да. Но также в долгосрочной перспективе его вырастить, увеличить объем. В долгосрочной перспективе... Трезво рассуждать невозможно. Просто так взять, разделить и поделить рынки. Да, сейчас нужно сделать дорогим, достаточно дорогим. Это связано не только с его нехваткой, но и с производством. Это связано с кризисом энергетическим, в том числе и в Европе, и в других странах. У нас опять же с отказа в доступе на части белорусских и российских удобрений, если разобраться, то те же удобрения мы реализовали как раз таки в те страны, которые сами производили для себя тоже зерно в том или ином виде. И без наших удобрений они просто не смогут вырастить у себя продукцию определенную. Без энергоносителя опять же не смогут это все возделать. Поэтому, к сожалению, нужно констатировать, что опять же зерно становится именно политическим таким полем воздействия. И это такое кончуственное отношение к тем странам, которые ограничивают российского зерна, как поставку удобрений российских и белорусских, как блокировку каких-то определенных энергоносителей на мировые рынки. То есть, если посмотреть на саму Европу, то они тоже достаточно возделывают зерновых культур, дабы обеспечить, наверное, входит также в пятерку экспортеров зерна на мировые рынки. Учитывая тот уровень инфляции, который сегодня сопровождает все страны, в том числе Великобритании и США, где в США и Великобритании инфляция уже подбирается к 10%. В самой еврозоне, скажем, страны Прибалтики уходят в промыки, и инфляция перевалила порог за 20%. Та же Германия, скажем, экономика сейчас заморозит в такой стадии ожидания, и в какую сторону она, куда пойдет крен, сказать достаточно сложно. Получается, ситуация с продовольствием в мире будет только ухудшаться. Смотрите, калийные удобрения, это Беларусь, Россия, на них санкции у нас наложены, то есть какие-то старые поставщики их уже не получают. Энергоносители, вы сказали, сейчас тоже цены растут. То есть через год уже новый урожай дороже, через два года еще дороже и меньше. Объемы меньше, а цены выше. К сожалению, да, к сожалению, нужно... В данный момент в случае непринятия определенных реагирования, в том числе на уровне не в том, что организация объединенных наций, та же компания ФАО, про организацию объединенных наций, они должны публиковать отчеты, они должны реагировать на эту рекомендацию, открывать рынки, возобновлять рынки. Опять же, повторюсь, что прежде всего, конечно, все страны, страны Африки, особенно Северной и Ближнего Востока. И нужно принимать оперативы, что 2 миллиарда, который официально признает ООН, что 2 миллиарда долларов, это, конечно, вызывает рост. Особенно учитывая, что никаких в ближайшее время шагов этой организации предприниматься, наверное, не будет или не прогнозируется. А вот зерно продается через биржи, там такая спекулятивная часть, часто цена есть. А есть какие-то методы регулирования, вот международные цены, либо не используются они? Да, с одной стороны, он призван формировать правильную цену на тот или иной товар, но с другой стороны, нужно понимать, что уже большинство игроков на бирже как раз-таки играет именно спекулятивно, то есть спекулирует на ценах. И тот объем, когда цены снижаются в какой-то степени, мы видим, что на той или иной бирже цены, скажем так, или где-то снизились. Те же мировые эксперты не спешат, понимая, что данные происходят в снижении, скорее всего, благодаря именно спекулятивной игре биржевых брокеров или лиц, занимающихся как раз-таки торговой. То есть механизма мирового нету, чтобы регулировать цены? Все свободное ценообразование фактически? Либо какой-то сговор картелей, как говорится, но только зерновых может произойти? Ну, сговор, конечно же, никто не отменял, но только сугубо принятие внутренних... Как я уже сказал, к сожалению, цены и структуры, которые входит в ее состав, не имеют каких-то разных полномочий и мер реагирования на тот или иной. Это касается, к сожалению, не только зерна, но и иных продуктов. Если немножко уйти от темы, мы видим, как пытаются зарегулировать цены на газ, нефть, но... Долго Европа шла именно к рыночным отношениям. И, в принципе, на данный момент говорится, что какие-то есть моменты или возможности регулирования, кроме жесткого регулирования. Но кто привозьмет на себя эту функцию на уровне мирового масштаба, ну, сложно сказать, по крайней мере, на данном этапе времени. Спасибо огромное, было очень интересно. Спасибо. Подведем небольшой итог, беседой с нашим первым экспертом. Видно, что планета жиру не бесится наша. Давайте загибать пальцы. Значит, калийные удобрения. Россия и Беларусь – один из главных поставщиков. Зерно, один из главных поставщиков – это Украина, Россия. И везде здесь поставлены какие-то барьеры, какие-то проблемы. В итоге мировой продовольственный кризис только ухудшается. Точнее, он-то улучшается, растет, а наша ситуация в мире с продовольствием ухудшается. Безусловно, влияет это все и на Беларусь. Как нам с этим бороться? Какие инструменты есть у белорусского правительства и бизнеса? Об этом мы поговорим с нашим вторым экспертом буквально через несколько минут. Даже не через несколько минут, а секунд. С нами на связи Инна Владимировна Бабына, кандидат экономических наук, доцент Гомельского государственного университета имени Францисса Скорыны. Добрый день, Инна Владимировна. Хорошо слышно нас? Да, здравствуйте. Прекрасно. Как мировой продовольственный кризис отражается на Беларуси? Что мы импортируем, то есть закупаем, говорим сейчас мы о продуктах, я уточняю. Что в продовольственной корзине, сколько в нашей продовольственной корзине занимает импорт? Ну, наверное, здесь вообще следует сказать, что Беларусь давно вообще обеспокоена вопросом обеспечения продовольственной безопасности. В свое время это нашло отражение и в концепции национальной безопасности, и потом уже в принятии доктрины обеспечения производства продовольственной безопасности. И последовательно наращивались и количественные показатели сельскохозяйственного производства, решались вопросы социально-экономического продовольствия. И в соответствии со всеми вот этими документами можно говорить о том, что большая часть продуктов питания, которая необходима, она производится в Республике Беларусь. В большинстве показателей страна у нас является продовольственной независимой. По сути дела, только, наверное, две основные продукты, которые мы не обеспечиваем в должном образе свое внутреннее потребление, это фрукты и это рыба. То есть вот это основные, наверное, продовольственные продукты, которые формируют импорт Республики Беларусь. А подсолнечное масло любимое всеми домохозяйками? Ну, подсолнечное масло, да, в определенной степени. Но вместе с тем у нас есть рапсовое масло, которое частично заменяет это, поэтому возможности здесь есть. По тем нормативам, которые существуют не только в Республике Беларусь, но и в целом мире, что до 15% допускается наличие импорта при удовлетворении потребности в продуктах питания, мы в эти нормы вкладываемся. Поэтому в этом плане мы обеспечиваем... Не более 15% у нас потребительской картины. Да, да. То есть если вот разделить, 15% убрать, в целом выживем, у нас остается довольно большой процент, 85%. Ну, да, тем более, что по большей части продуктов, опять-таки, у нас производится даже больше, чем мы... Вот наши собственные ресурсы, как раз мы к этому перешли, давайте построим производственную цепочку. Что мы можем вырастить, произвести для итогового потребления белорусов? Вот на примере Гомельской области, может быть, какой-то пример или примеры? Ну, фактически в Гомельской области, наверное, за небольшим исключением производятся все основные виды сельскохозяйственной продукции, которые в стране. Это и зерновые, это и картофель, это и овощи, и что касается животноводства. Поэтому, в принципе, что касается вот этих основных позиций, то есть мы можем производить зерно, обеспечивать свои комбинаты необходимым сырьем для производства соответствующих изделий, всех других видов продукции, где используется это сырье. Ну и более того, учитывая то, что производятся продукции гораздо больше, чем это требуется, то еще и обеспечивать возможности экспорта. И, скажем, и в структуре товарно-экспорта Гомельской области и Республики Беларусь в целом доля продуктов питания занимает большой удельный вес. И даже в пожившихся условиях наши возможности здесь, они по-прежнему высоки. Я так понимаю, что вот корм для скота, то, что мы говорим, это в основном переработка зерна, зерновых каких-то элементов. Ну, зерна, зерна, которая тоже для этих целей используется. И если посмотреть динамику вообще объемов валового сбора основных видов сельхозпродукции, то по сравнению с 2010 годом, например, они очень существенно возросли. И исключение, пожалуй, только картофель составляет, который менее... Но даже по нему мы обеспечиваем свою собственную продовольственную безопасность. Все остальные виды продукции, включая зерно, зернобобовые и выращивание кукуруза, объемы увеличились на разный процесс, процент, но существенно. Мы где-то в полтора раза на 40%. Не, мы картофель не только обеспечиваем. У нас такие фуры с Востока ездят и вводят туда на экспорт. Огромные автопоезда вводят в Дагестан, я знаю, в Краснодарский край, в Ставрополье закупают. Ну, то есть парадоксально, но, наверное, меняется где-то немножко и структура потребления, потому что, несмотря на снижение объема в целом волового сбора картофеля и выращивания, нам его достаточно, и экспортная продукция тоже. Давайте возьмем систему процесса ценообразования. Вот докторская колбаса. Из чего складывается цена? Ну, наверное, с позиции товара, неважно какой, структура цены будет одна и та же. Поэтому, бесспорно, основное это материальные затраты, то есть это идеалы, которые используются на производство данного вида продукции. Здесь, конечно, не стоит забывать о стоимости топлива, электроэнергии, которая пошла на обеспечение машин, оборудование и так далее для организации производственного процесса. Поэтому, конечно, большой удельный вес составляет величина, которая, опять-таки, зависит от того, какие цены складываются и на сырье, и на топливо, и энергию. Дальше основным ресурсом являются затраты труда, соответственно, это заработная плата и те отчисления, которые работодатель еще уплачивает за работника. Также есть амортизация, которая использована для организации производственного процесса, ну и в целом для деятельности предприятия. Ну и также есть еще прочие накладные расходы, которые связаны где-то с администрированием бизнес-процессов, которые осуществляются. То есть это тоже очень такая неотъемлемая часть. Ну и дальше уже сверх этого производитель с учетом качества продукции, с учетом ситуации на рынке может заложить определенный уровень. То есть сформировать свою прибыль. Ну и таким образом будет сформирована цена. Ну и дальше еще включаются вопросы налогообложения, которые действуют в стране и в рамках тех правовых режимов, в которых работает субъект хозяйствования. Это и налог на добавленную стоимость, это и ресурсные платежи в виде налога на недвижимость, экологического налога и так далее. А вот торговая наценка. Торговая наценка, все постоянно говорят, что в нее входит. Это та прибыль, которую закладывает продавец. Значит, ну торговая наценка, она уже формируется не производителем продукции, она уже формируется непосредственно посредниками. То есть если даже так, сельскохозяйственная организация произвела продукцию, но если она сама ее не реализует, а передает там либо предприятиям автовой, розничной торговли, то это тоже субъект хозяйствования, который является коммерческой организацией, у которого есть свои расходы, ну и желание заработать на этом. Поэтому торговые надпадки, они связаны, и в целом наценки, они связаны с тем, чтобы обеспечить покрытие затрат уже посредников и формирование прибыли посредникам. Наверное, ну целесообразнее где-то реализовывать напрямую, да, и тогда возможности минимизировать цены, они будут максимальные. Я так понимаю, что торговая наценка ограничена только на социально значимые продукты, на остальные свободные? Да, в сегодняшний день размер торговой наценки только там на очень-очень узкий перечень товаров. То есть для большинства предприятий торговли по большому счету цены являются свободными. То есть они могут формироваться с учетом спроса и предложения. И если, условно говоря, потребитель приобретает этот товар за эту цену, то она соответствует тем условиям, которые складываются. Какие у государства? Конечно, ограничения, да, то есть все будет определяться тем, как уже насколько, ну в том числе и социально ответственными являются все участники рынка, да, и какие они ставят цели. Исключительно как бы коммерческие, то есть сегодня добиться максимального результата, либо все-таки, чтобы этот результат был как бы долгосрочным, ну и при этом не только экономические интересы, но и социальные где-то защищал. Какие у государства есть экономические и неэкономические рычаги борьбы с ценами на продукт? Ну вопрос на сегодняшний день действительно очень актуальный. Значит, у нас в целом есть закон о ценообразовании в Республике Беларусь, который в принципе регламентирует то, что цены у нас могут быть либо свободные, да, которые устанавливаются рынком с учетом спроса и предложения, либо регулируемые. Значит, регулируемые цены, они могут быть либо в виде фиксированных цен на какие-то продукты устанавливаться, либо в виде установления предельного уровня надбавки, либо там в виде установления предельного уровня рентабельности, либо есть еще такой инструмент у государства, как порядок согласования в целом цены, да, то есть, да, вы можете установить цену, но при этом вам нужно согласовать с органами Министерства антимонопольного регулирования. Да, есть такая процедура, как декларирование цен, но это скорее, да, такие методы, которые связаны с прямым вырегулированием государства. Но вместе с тем здесь надо не забывать и о косвенных методах, которые в целом связаны с экономическим развитием, потому что если вернуться к тем же элементам цены, о котором мы говорили, то, например, если повышается минимальная заработная плата, соответственно, повышается заработная плата работников, то это влияет опять-таки на конечную цену. Изменяются процентные ставки по кредитам, соответственно, опять-таки, да, это влияет и на конечную цену того или иного товара или услуги. То же самое касается всех там видов налогов, да, то есть их изменения, либо объекта налогообложения, некоторые изменения, это тоже все будет влиять на цену. Поэтому на самом деле много и экономических методов, которые связаны с другими видами экономической политики, но которые находят отражение в конечном итоге в цене. Вот мы каждый год наращиваем продуктовый экспорт страны, вот, а сейчас у нас есть ресурсы наращивать или надо затянуть пояса и ничего не продавать, оставлять дома? Значит, ну, бесспорно, что резервы, да, они должны формироваться и они формируются. Но вместе с тем имеющийся потенциал сельскохозяйственного производства, который создан, он обеспечивает довольно большие объемы экспорта. То есть, если посмотреть, то, например, около 60% производства молока и молочных продуктов у нас экспортируются. Что касается мяса и мясомолочных продуктов, то это 60% из произведенных тоже экспортируются. Довольно высокие показатели экспорта по производству овощей, поэтому потенциал здесь есть. Единственное, наверное, и в плане как бы растеневодства, тенденции последних лет, они как бы положительные. Что касается животноводства, то здесь, конечно, есть определенные сложности, поголовье крупного и производство птицы. Но вместе с тем, в последние годы они показывают такую довольно рентабельность этого сектора тоже. Несмотря на сложности в целом. Потому что понятно, что рентабельность животноводства, она гораздо ниже, чем в сфере растеневодства. То есть, там производства, технологические циклы, да, довольно длительные. Поэтому, естественно, что это требует серьезных затрат. Вот мы в самом начале говорили, что продовольственная корзина на 85% сформирована из наших продуктов. А вот если действительно еще сильнее гайки закрутят с санкциями, с барьерами западная компания, это же там и различные семена, и химикаты. То есть, много чего для АПК поставляется, все-таки закупается, импортируется. Такое специфическое. Вот наша АПК выдержит, справится, мы почувствуем это. Ну, бесспорно, что об этом вообще думать. Почему? Потому что традиционно, да, мы говорим о том, что качество земель, которые не соотносятся с теми плодородными землями, да, центральная Россия, да, или Украина, или какие-то другие. Поэтому, конечно, чтобы получить урожайность на этих землях, то есть агротехнические, нанесение удобрений. Поэтому здесь надо скорее думать о том, что нужно диверсифицировать. Вот этот импорт критический, да, который мы не можем действительно обеспечить, чтобы были возможности закупок, если не в странах Европейского Союза, то в других странах, с которыми у нас остаются отношения. То есть это, конечно, аспект важный, да. Когда мы говорим про АПК, надо еще, наверное, вспомнить, что у нас и собственные удобрения, и калийные, и вот, вот, стихи, вот фосфатное производит. И свое еще машиностроение для АПК, и комбайны, и тракторы, и грузовики. Ну, здесь, да, можно говорить о том, что в целом внутренний агропромышленный не только включая именно сельское хозяйство, но то, что касается производства сельскохозяйственного машиностроения, тех же действительно химических удобрений, дальше переработки уже сельскохозяйственного производства и хранения. Но другое дело, что всегда есть позиции критического, которые, ну, просто отсутствуют, да, и о которых нужно заботиться. Из России сейчас ушел целый ряд иностранных поставщиков продукции АПК. У нас дополнительные возможности появились? Ну, бесспорно, я бы сказала, да. Вообще, даже если анализировать и прежнюю ситуацию, то если, например, импорт по большей части у нас осуществлялся из стран третьих, да, то есть не из СНГ России, импорт традиционно у нас осуществлялся по большей части в Российскую Федерацию, это порядка 70% от общего объема экспорта. Поэтому здесь можно говорить о том, что связи, они налажены, бесспорно, с Российской Федерацией, да, определенные решения объемов сельскохозяйственного производства есть. И поэтому, конечно, мы не сможем полностью заполнить те ниши, да, для которых освободились в Российской Федерации, но частично мы их вполне можем занять. Потому что есть для этого и нюрнские взаимоотношения, и есть еще потенциал по развитию агропромышленного. Спасибо большое. Спасибо, было очень интересно. Уже к концу подходит наша программа. Подводим итоги. За счет централизованной системы управления государства Беларусь своевременно реагирует на различные продовольственные проблемы. Помогает в этом и развитый АПК. С голоду мы точно не умрем. Однако в период мирового продовольственного кризиса всему обществу надо работать более усиленно над сохранением уровня жизни и цен. Спасибо, что смотрели программу «В полдень». Это актуальный разговор о том, что происходит в Беларуси и вокруг нее со Станиславом Голковским. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...